Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан и сегодня мы поговорим о недельной главе Торы «Вайера». Наша глава, дорогие друзья, начинается с того, что к Авраму, который недавно сделал Бритмила обрезание и сидел при входе в шатер, в ожидании гостей приходят три ангела в образе путников. «И сказано, и поднял он глаза свои и увидел, вот три человека стоят возле него, и увидев, он побежал навстречу им». Дважды эти предложения, дорогие друзья, повторяют нам «и увидел», а как известно в Торе нет ни одного лишнего слова. «Отчего же не было сказано, и увидел, и побежал им навстречу». Почему Аврама Вину бежит навстречу гостям ангелам только после того, как увидел во второй раз? Что же особенное увидел Аврама Вину во второй раз? И почему он так спешит принять гостей? Давайте попробуем разобраться. Начнем мы с того, что наши мудрецы, комментируя этот стих, говорят «Принятие гостей важнее, чем принятие самого Творца». Талмуд, Шаббат, трактат Шаббат 127а. Однако, эти гости были не люди, а ангелы. Так что, поднося им угощение, Аврам на самом деле не выполнил заповедь гостеприимства. Ведь ангелы не испытывают необходимости в еде и питье, как мы знаем. Получается, что Аврама Вину оставил Всевышнего ради гостей, которые и не нуждались в его гостеприимстве. Почему же наши мудрецы именно на этом примере утверждают, что принятие гостей важнее, чем принятие самого Всевышнего? Рамбам в книге Мишней Тора «Законы Траура 14.3» пишет «Встреча гостей важнее, чем встреча с божественным присутствием». А проводы гостей, пишет он, еще важнее, чем встреча. Наши мудрецы сказали, что человек, не провожающий другого, как будто проливает кровь. Почему же проводы гостей столь важны? Почему ближнему, так сказать, имеет две стороны? Тот, кому помогают, помогает то, что ему необходимо. Тот, кто помогает, исполняет заповедь. Обе эти стороны наглядно раскрываются и в гостеприимстве. Когда я принимаю гостей в своем доме, то гости едят и пьют до полного насыщения. А я хозяин, интересуясь их нуждами, и они чувствуют мое внимание к себе. Вообще-то, во всех иных случаях, как вы знаете, оказание помощи ближнему, а также исполнение других заповедей, регулирующих отношения между людьми, главное в них – это результат, то благо, которое получает ближний. А проявления моего милосердия, мое сочувствие и внимание не столь важны для него, хотя и важны для меня. Поэтому наши мудрецы постановили, что если я потерял монетку, например, и бедняк нашел ее, то хотя не было никакого проявления чувства доброты с моей стороны, монета ведь потерялась без моего ведома, но так как бедняк получил ее, и тем самым получил возможность удовлетворить свои потребности, то результат был достигнут. И можно считать, дорогие друзья, что таким образом я выполнил заповедь благотворительности. Но исполнение заповеди гостеприимства, дорогие друзья, требует, чтобы милосердие хозяина проявлялось в его действиях по отношению к гостю. Гостеприимство должно быть таким, чтобы гость почувствовал внимание к себе, к его потребностям, интерес хозяина к нему. Все наши действия и усилия направлены, если в них нет главного милосердия, внимания и теплого отношения к ближним. Эти чувства, дорогие друзья, проявляются наиболее ярко, когда мы провожаем гостей. Проводы не столь необходимы гостю, он уже насытился и отдохнул. Все его потребности были удовлетворены, так сказать. Если все еще не можем с ним расстаться и провожаем его, то тем самым показываем, каким желанным гостем он был и насколько он важен для нас. В этот момент, дорогие друзья, гость понимает и чувствует, что оказано ему гостеприимство. Это выражение теплых, дружественных чувств, которые мы к нему испытываем. Теперь затронем вопрос зрения Авраама. В Берешит-Раба, в комментариях на эту главу, находим интересное объяснение. Сказал Авраам, имеется в виду, подумал, если увижу, что божественная шхина, то есть божественное присутствие, ожидает их, буду я знать, что они достойны. А если увижу, что они оказывают почести друг другу, буду знать, что они благородны. Когда же увидел, что они оказывают друг другу почести, понял, что они существа благородны. Первый взгляд, дорогие друзья, позволяет Аврааму увидеть, что к нему пришли особые гости. Ишхина, божественное присутствие над ними. Присмотревший, посмотрел второй раз, он увидел, что они благородны, потому что уважают друг друга. И именно это качество, уважение друг другу, заставляет его бежать им навстречу. Не случайно в трактате Перкей Авот говорится. Бен Зома говорит, кто уважаем, тот, кто уважает все живое. Не сказано мудрец, гений или праведник, а именно уважающий все живое. Уважение к другому человеку, дорогие друзья, живому существу, ко всему живому, это основа нашего мира. Не умение уважать другого человека не только говорит об отсутствии цельности в человеке и, как следствие, невозможности служить Всевышнему полностью и правильно. Но и наказание, дорогие друзья, за это огромное. Ученики Раби Акивы, как вы знаете, 24 тысячи человек были невероятно знающими и умными, но умерли, как говорится в трактате Евамот, за то, что не относились друг к другу с уважением. Второй храм, как известно, был разрушен из-за бесчинной ненависти, беспричинной ненависти. Беспричинная ненависть – это и отсутствие уважения друг к другу. Рамбан в комментарии на главу Лех-Леха говорит, «Все, что происходит с прадцами – это знак для сыновей, потомков. Из поступков, из событий, происходящих с нашими прадцами – Авраамом, Ицхаком и Яковым, мы можем понять, как мы должны поступать, что хорошо в глазах Всевышнего, а что нет». И наша недельная глава начинается именно с такого знака. Авраам смотрит не только на статус своих гостей, но и на то, как они относятся друг к другу. И благородство человека определяется не количеством выученного, не степенью и не положением, а умением с уважением, дорогие друзья, отнестись друг к другу или к другому. Таким образом, именно уважение друг к другу – это основа всего. Этого мне и хочется нам всем пожелать. Любви и уважения друг к другу. Будьте здоровы. Браха вацлаха. Шалом ваш Равин Каплан.